Коммуникативная площадка «Изучаем край вместе» и круглый стол Мончегорск-Печенский район Норильск «Творчество в сотрудничестве» собрали мончегорцев и гостей из Никеля и Заполярного в Центральной городской библиотеке. Подробнее в следующем сюжете. «Изучаем край вместе» – коммуникативная площадка, организованная к 80-летию Мурманской области, собрала сотрудников музеев, библиотек, учителей и школьников в Центральной городской библиотеке. В диалоге по обмену опытом приняли участие не только мончегорцы, но и гости из Никеля и Заполярного. Хотелось бы выработать дальнейшие какие-то возможные направления в сотрудничество, потому как у каждого наработан опыт большой, колоссальный, и в нашей библиотеке, и в музеях. И вот не зря называется все это «Изучаем край вместе» – вместе и с библиотекарями, и с музеями, и с педагогами. Дальнейшие формы, думаю, будет это все интересно. Послушаем опыт и поделимся своим, и наших коллег из области. Ну и просто познакомимся, пообщаемся, друг друга увидим, потому что многие наши коллеги, которые приехали в библиотеку первый раз. Краеведение – наука сложная, но в то же время необыкновенно интересная. Как сделать процесс изучения своей малой родины увлекательным? Какие формы работы использовать? Своими наработками, изюминками участники встречи делились в форме диалога, живого общения. Встречаемся и смотрим, как работают другие, рассказываем о своей работе. Мы вдохновляемся и что-то новое придумываем. Это намного лучшее, то есть лучшие мероприятия получаются, что-то необычное, что-то такое. И бывает, что начинаем сотрудничать, то есть друг к другу ездим, проводим совместные мероприятия. Каждому участнику встречи было, что рассказать своим коллегам. К примеру, Музей истории Манчегорска представил два проекта, реализованных совместно с интернет-изданием КН-51. Один из них, я помню, было в Манчегорске. Благодаря ему воспоминания манчегорцев о строительстве города, градообразующего предприятия, не опубликованные ранее, вышли в свет. Еще один проект – знатоки города. А второй проект – это конкурс знатоки города, информационная поддержка Музея истории города. Организаторы, как раз «Польский никель», мы провели тестирование на сайте, приготовили вопросы по истории города и градообразующего предприятия. И по итогам были награждения участников, активных участников. Сейчас этот онлайн-тест есть, можно тоже пройти. В это же время в Центральной городской библиотеке проходила еще одна интересная встреча. Манчегорск, Печенский район, Норильск – творчество в сотрудничестве. Мы сегодня проводим круглый стол в рамках проекта творческая хобби-студия «Фабрика идей», который поддержан благотворительной программой «Мир новых возможностей». Мы будем обсуждать проблемы, которые возникают при сотрудничестве, какие-то пути, наметим дальнейшие работы. Может быть, возникнут интересные предложения. На встрече царила необыкновенно творческая атмосфера. Ведь за одним столом собрались и сотрудники библиотек Манчегорска и Заполярного, и мастерицы, владеющие абсолютно разными видами рукоделия. Нина Басина, руководитель клуба «Золотарник», рассказала о флористической живописи и наглядно продемонстрировала красоту этого вида искусства. Это очень интересное направление живописи, самая настоящая живопись из цветов, листьев и всякого другого природного материала. И хотелось бы расширить рамки своего клуба, потому что это очень интересно, это необычно и совсем даже необычно. Потому что даже в Мурманске сейчас работает только один флористический клуб, хотя было их несколько когда-то. Мероприятие такого формата стало первым опытом. Оно и понятно – Манчегорс, Заполярный и Никель находятся на значительном расстоянии друг от друга. Но реализация проекта «Творческое хобби-студия «Фабрика идей» позволила креативным и инициативным людям лично пообщаться, добавить что-то новое и интересное в свою копилку и, конечно, поделиться опытом. Виктория Акулкина из Заполярного рассказала о проекте, ставшем одним из победителей конкурса «Соц. инициатив Норникеля» по благотворительной программе «Мир новых возможностей». Например, у нас в детской библиотеке «Теневой театр» стал победителем. В 2014 году очень хорошо освещался СМИ, то есть библиотека получила огромный резонанс. К нам пошел народ. То же самое и в первый филиал нашего города Заполярного, в центральную библиотеку города Никеля, в детскую библиотеку тоже города Никеля. Так что народ к нам идет. Я думаю, это нужно обязательно проводить, но и делиться опытом. Иначе мы будем, застоимся, можно сказать. Нужно друг друга видеть. Встреча получилась насыщенной. Участники не только обменялись опытом работы, но и договорились о дальнейшем сотрудничестве. И наверняка мы услышим о совместных творческих проектах городов присутствия компании «Норникель».